Друзья, всем привет! Поговорим на актуальную в данный момент тему – это энергетики и отделим факты от мифов и легенд. Мало кто так пострадал от народной молвы, как энергетические напитки. Само собой, кроме лейбла, это вредно, аргументаций никаких. Подкреплено все это домыслами из серии «Одна бабка сказала» и еще говорят, кто-то их перепил в ночном клубе и умер, потому что отказал сердце. Последнюю байку в расчет мы брать не будем, ибо какой лихой тусовщик не любит залить энергетиком амфетамин. А вот с влиянием на здоровье можно разобраться. Просто покрутив в руках банку, тем более, что состав у них у всех плюс-минус одинаковый, предлагаю подойти к вопросу беспристрастно и прикинуть здраво, насколько это в реальности вредно и опасно, ну и заодно разнести пару устойчивых мифов. Самый часто встречающийся ингредиент — это сахар, либо его заменители — кофеин, таурин, растительные экстракты, женьшень, гуарана, также витамины группы В — В3, В6, В12 и инозитол. Разберем чуть подробнее. Первое — сахар. На нашем рынке подозрительно мало энергетиков с сахарозаменителями, что, конечно, осложняет жизнь диетящим любителям энергетиков. Содержание сахара является типичным для сладких газированных напитков чуть больше 10 граммов на 100 миллилитров. Это типичное количество и для колы, и для тархуна, и для ситро. Таким образом, на полулитровую банку любого из этих напитков приходится свыше 50 грамм сахара. Представьте это количество от самой мысли нигде не слиплось. Сахар — это вкусно, потому что мы и покупаем сладкие напитки, а не минералку. Соответственно, налегая на любой из подобных напитков, можно совершенно легко просто и незаметно перебрать калории больше, чем затрачивается на жизнь. Зажиреть и словить вместе с этим все сопутствующие проблемы, связанные со здоровьем. Я подчеркну, особо не сахар-то виноват в том, что у вас пузо, одышка и первые признаки диабета второго типа, а ваше неумение ограничивать поступление доступных калорий не только из сладкого, а вообще из вкусного. Ну и ленивая жопа, безусловно, которая толстеет и никак не слипается. 2. Кофеин. Кофеин является естественным стимулятором и легким ноотропом. Он снижает сонливость, обостряет внимание. В этикетках в среднем содержится около 30 миллиграмм кофеина на 100 миллилитров напитка, то есть около 150 миллиграмм на пол-литровую баночку. Это в три раза больше, чем в коле, но примерно столько же, сколько в зеленом чае, в полтора раза меньше, чем в черном чае и в два раза меньше, чем в черном кофе. В общем, количество не впечатляющее. Чем угрожает кофеин? Учащением сердечного ритма, нарушением сна. Однако, кофеину из любого источника очень быстро вырабатывается толерантность. Не исключено, что вы замечали, как опытные фанаты кофе способны пить кружку за кружкой, а потом спокойно лечь спать. И это относится к кофеину из любого источника. При этом люди, пьющие чай литрами куда больше, чем пьющих литрами энергетики внезапно. 3. Таурин. На него многие смотрят с подозрением, ибо слово непонятное, а значит и вещество непонятное. Ну и, конечно, как и все непонятное, настораживающее и потенциально опасное. На самом деле является вовсе не мочой красного быка, а аминокислотой, которая преимущественно содержится в мясе. Изначально использовалась как средство против мышечных судорог, вызываемых жесткими стимуляторами, иначе причисленными к наркотическому ряду. На деле таурин – это замечательная штука, которая энергетических эффектов не несет, а признана скорее скомпенсировать потенциальные побочки, которые может вызывать перебор кофеина. Он обладает тормозящим психику свойством и помогает сконцентрироваться на задаче. Поэтому роль таурина в энергетиках и предтрениках объективно ставится под сомнение с точки зрения той самой подачи энергии. Он же по совместительству является антиоксидантом, а также обладает подтвержденным положительным эффектом для здоровья сердца и сосудов и способствует повышению инсулинорезистентности. Среднее содержание таурина в энергетических напитках составляет 250 мг на 100 мл, при том, что доза таурина, показывающая эффективность, находится между 500 мг и 3-мя граммами вещества, и при этом не были выявлены никакие побочки при превышении дозировки. Такие дела. 4. Растительные экстракты. Призваны оказать дополнительные тонизирующие действия и придать имидж полезности и натуральности. Чаще всего фигурирует женьшень. Содержание очень сильно разнится от полного отсутствия до 400 мг на банку, и гуарана . Женьшень обладает доказанным наотропным действием и действительно способствует фокусированию и повышению внимания, а также положительно влияет на настроение и иммунитет из доказанного, и на повышение уровня тестостерона и качества эрекции . Эффективная дозировка от 200 до 400 мг в сутки. Гуарана же отличается преимущественно тем, что содержит больше кофеина, чем кофейные бобы. К ней относится все то, что написано про кофеин. И на этом, в общем, все. 5. Витамины группы В. Обладают широчайшим диапазоном положительных эффектов, поэтому многие включают их в рацион отдельными комплексами. Существует мнение, что витамины группы В дают прилив энергии, но оно относится к народной молве и необоснованным. Точнее так, можно говорить об оптимизации процессов в организме, в том числе о повышении энергичности в целом при доставке витаминов группы В на постоянной основе, но совершенно точно речь не идет о приливе энергии вследствие приема разовой порции. Тем более, что в энергетиках витамины группы В содержатся в незначительных количествах, поэтому можно смело считать их наличие в банке простым маркетинговым ходом. Ну и подытожим. Содержащиеся в энергетических напитках компоненты безопасны, и дозировки внутри банок достаточно скромны. Однако компоненты вполне могут давать синергический эффект, за исключением пары кофеин-паурин, которые скорее противоположны друг другу. Несомненно, нужно иметь в виду, что стимуляторы могут негативно влиять на работу сердца при существующих предпосылках, так как дополнительную нагрузку на сердце они дают. Большинство случаев учащения сердцебиения и дыхания относятся к употреблению вместе с алкоголем. Вот здесь кроется большинство внезапно поплохело. Поэтому шнягу типа Ягуара однозначно в топку. Более изящные коктейли типа водка Red Bull следом. В исследованиях отдельно выделяется нагрузка на сердечно-сосудистую систему вследствие сочетания кофеина с большим количеством сахара, что является дополнительным фактором в пользу выбора энергетиков с заменителями. Согласитесь, в чай или кофе мы можем положить от 5 до 15 граммов сахара, но 50 и более вряд ли. Таким образом энергетики трудно назвать откровенно вредными или сильнодействующими. Скорее даже наоборот. Их имидж куда более связан с маркетингом. Откровенный вред вряд ли. Только на основе злоупотребления. Все есть яд и все есть лекарства. Результат упирается в количество. Ну и индивидуальная непереносимость отдельных компонентов и их сочетаний. Учитывая, что кофеин это единственный реально действующий компонент в достаточном количестве, то по сути некая усредненная банка энергетика равна паре усредненных абстрактных кружек кофе в вакууме. Но, однако, придаст бодрости, второго лишит покоя и сна, третьему будет вообще никак. Ну а ты как? Подпитываешься энергетиками или строго по кофе? Не забудь подписаться на канал, поставить лайк и до новых новостей! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok